Здравствуйте, дорогие друзья! На предыдущем занятии мы с вами описали модель Women и создали на ее основе таблицу в базе данных, используя миграцию. Теперь пришло время научиться работать с этой таблицей, то есть добавлять, выбирать, менять и удалять записи. По-английски это звучит сокращенно как CRUDE, от первых букв вот таких вот слов. Create – создание, read – чтение, update – изменение и delete – удаление. Используя ORM framework Django, мы увидим, как выполняются вот такие вот операции в базовом исполнении. Почти все проекты, построенные на Django, используют его встроенную ORM, не переходя на уровень стилзапросов. В этом просто нет необходимости, так как вот этот ORM предоставляет богатейшие возможности по работе с базой данных. И кроме того, это обеспечивает независимость программного кода от конкретной, используемой с UBD. Если в будущем потребуется изменить тип базы данных, то сделать это будет предельно просто. Наконец, ORM в Django хорошо оптимизирует запросы по скорости выполнения и частоте обращения к таблицам, а также обеспечивает защиту от SQL-инъекций. Благодаря этому даже начинающий веб-программист сможет создавать грамотный код по работе с базой данных. На этом занятии мы рассмотрим базовые операции с таблицем посредством ORM Django. Позже мы еще углубимся в эту тему, а пока лишь важно понять общий принцип работы с моделями. Знать как добавлять, выбирать, изменять и удалять записи. Итак, первое, что хорошо нужно себе представлять, это то, что каждый экземпляр вот такого вот класса, класса Women, представляет собой строго одну запись вот в этой таблице Women-Women, которая у нас создана непосредственно в базе данных. Вот если открыть эту программу SQL-инъекций Studio, то вот наша таблица, сейчас данных нету, но каждая строчка вот в этой таблице будет соответствовать своей записи. И эта запись на уровне ORM Django представляется экземпляром вот этого вот класса, то есть класса нашей модели. Давайте посмотрим, как это все делается. Для демонстрации ORM Django я перейду вот сюда вот в проект и в терминале наберу следующую команду Python, ManagePy и Shell. То есть таким образом мы сейчас войдем в консоль вот этого вот фреймворка Django и уже в этой консоли будем работать непосредственно вот с этими вот командами ORM. Ну и я буду их показывать, как они работают. Первое, что нам здесь понадобится, это импортировать вот эту вот модель, которую мы с вами создали на предыдущем занятии. Для этого мы выполним вот такую вот вполне очевидную команду, строчку, то есть импортируем из нашего приложения Women из файла Models вот такой вот класс Women. Нажмем Enter и наша модель соответственно импортируется. Теперь вот этот вот класс мы здесь можем использовать. Давайте теперь вот с помощью вот этого вот класса Women создадим новую запись в таблице базы данных. Для этого мы вызываем конструктор этого класса, то есть создаем экземпляр этого класса и передаем два именованных параметра title и content. То есть благодаря вот этим вот двум именованным параметрам будут вот в эти поля таблицы title и content записаны те данные, которые мы здесь с вами указываем. То есть две вот такие вот строчки. Почему мы не указываем другие поля, которые присутствуют в нашей таблице? Ну, дело в том, что вот эти два поля, например, создаются автоматически благодаря вот этим вот параметрам, которые мы здесь прописали. Это поле тоже у нас автоматически пропишется со значением true, а вот это вот поле фото в консоли Django просто будет пустой строкой. То есть мы его тоже пока прописывать не будем. Все. Создали вот такой вот экземпляр. И давайте нажмем Enter. Казалось бы, вот выполняя эту строчку, мы должны увидеть новую запись в нашей таблице. Давайте посмотрим. Перейдем вот сюда вот в программу SQL Studio и обновим данные. То есть я нажму вот на эту кнопку. Обновляем, но ничего не видим. Почему так произошло? Дело в том, что модели во фреймворке Django по умолчанию являются ленивыми. То есть создание экземпляра класса еще не означает добавление записи в таблицу. Как вы понимаете, это сделано специально. Мы можем в разных местах программы создавать объекты моделей и только в последний момент запустить их на исполнение. То есть заносить информацию в базу данных. Благодаря этому Django имеет возможность оптимизировать SQL-запросы и излишне не нагружать с UBD. Хорошо. Но давайте все же укажем фреймворку сохранить созданную запись в таблице. Для этого нам понадобится какая-нибудь переменная. Ну допустим вот такая переменная. Мы ее создадим, объявим вот так W1. И присвоим этой переменной то, что мы получили вот здесь вот в предыдущий момент времени. То есть ссылка на вот этот вот объект W1. Вот это вот подчеркивание, это вот такая вот специальная переменная, которая сохраняет в себе последние действия. И теперь если мы отобразим вот эту вот переменную, то она как раз у нас принимает вот этот вот объект. То есть она хранит ссылку на вот этот вот созданный объект. Отлично это сделано. Но как нам теперь все-таки поместить вот этот вот объект, вот эту вот запись непосредственно в таблицу? Для этого используется вот такой вот метод, метод save вот этого вот объекта. И нажимая, выполняя его, мы непосредственно уже сохраняем вот эти вот данные в нашу таблицу. Давайте в этом убедимся. Перейдем в эту программку, обновим. И смотрите, вот здесь у нас как раз появилась вот эта вот запись. То есть мы добавили новую запись в нашу таблицу. Вот этот вот тайтл и контент принимаете значение, которое мы передали. Фото это пустая строка, мы потом с этим разберемся. Далее вот эти вот поля timecrit и timeupdate, они были сформированы автоматически. И поле из publish принимает значение 1, то есть true. То есть у нас здесь в принципе все сработало так, как мы это и ожидали. Давайте вернемся вот сюда вот в консоль. И смотрите, вот здесь вот, когда мы создавали первый раз вот этот вот объект, он у нас выводился вот так вот, в имя, потом через двоеточие, вот здесь вот в круглых скобках стоит значение none. Что это за значение none? На самом деле это вот здесь вот отображается id записи. И так как вот здесь вот на данный момент запись не была добавлена, то ее значение, ее id принимало значение none. А давайте посмотрим теперь, какое будет значение id вот у этой записи. Я просто выведу вот так вот, w1 напишу и смотрите, у нас здесь теперь отображается циферка 1. То есть это как раз id вот этой вот записи, вот id, видите, единица. Вот эта вот единица как раз у нас здесь отображается. То есть до того, как запись была добавлена в таблицу, ее id принимало значение none, что в принципе логично, потому что id еще не принял никакого конкретного значения. А после того, как мы непосредственно сохранили эту запись в таблицу, у нее id принял определенное значение, единица, и мы здесь его видим. Ну а непосредственно в программе, то есть вот, например, в консоли Django, мы можем оперировать всеми значениями вот этой вот записи через вот эту вот ссылку w1. Ну, например, мы можем посмотреть id, вот так вот отдельно это будет единичка. То есть мы ставим точку и пишем имя поля. Или можем так написать w1.title, тогда мы увидим заголовок вот этот вот. Ну или можем, например, time.create написать вот здесь. И мы увидим, соответственно, дату того, когда была добавлена эта запись в нашу таблицу. И так можем работать со всеми полями. Но помимо вот этих вот стандартных атрибутов, объекты моделей содержат еще один часто используемый атрибут. Именно такой, pk. Вот смотрите, в данном случае он принимает значение 1. Что это за значение? На самом деле вот этот вот pk совпадает со значением id и является как бы его синонимом. Но зачем было сделано такое дублирование? Дело в том, что вот это вот поле id в таблицах имеет довольно важное значение. Часто именно по этому полю устанавливается связь между таблицами. Поэтому по соглашению в Django решили определить вот этот вот атрибут со строго определенным именем pk, который будет всегда доступен и содержать номер текущей записи. Либо значение none, если оно еще не определено. Позже мы еще не раз будем обращаться к этому свойству pk как к идентификатору записи. Давайте теперь посмотрим на SQL-запрос, который был выполнен для добавления этой записи. Ну, для начала нам нужно импортировать вот такой вот модуль connection и далее через этот модуль обратиться к специальной коллекции. Quarys. Ну, давайте вот выполним ее. И смотрите, вот эта вот коллекция содержит список SQL-запросов, которые были у нас выполнены. В данном случае был выполнен только один SQL-запрос. И здесь вот в этой коллекции, соответственно, один словарь. У него есть два ключа. Первый ключ — это SQL, то есть самый SQL-запрос. А второй ключ — это time, то есть время выполнения запроса. Давайте для примера создадим еще одну запись. Я сразу присвою переменную w2 экземпляр вот такого вот класса с другими значениями nHatware и biographie nHatware. Нажмем Enter. У нас опять же здесь просто создался экземпляр этого класса. Запись пока еще не была добавлена. Если мы обновим, ее здесь не будет. Ну а переходя вот сюда вот в программу, мы можем опять же выполнить w2, save. И у нас запись добавляется непосредственно в базу данных. Переходим сюда, обновляем и видим вот эту вот вторую запись. То есть все в принципе работает. Теперь если мы посмотрим вот этот вот список наших SQL-запросов, то их будет уже два. Вот здесь вот второй запрос, и он занял, ну вот, немножко больше времени, чем первый. Или можем сделать так. Так, создать просто экземпляр класса women без параметров. То есть мы не наполняем нашу запись никакими конкретными данными. Но сделаем это чуть позже. Например, вот так вот. Мы сначала создали, а потом вот этим вот атрибутом, который у него там существует, то есть вот title, присвоим определенные значения. Ну, например, вот так вот. Джулия Робертс пусть будет. Ну, и контент — это просто вот биография Джулия Робертс. Все, вот эти два поля мы также вот создали вот таким вот образом. Ну, и затем, опять же, вызывая вот этот вот метод save, мы помещаем уже, только после этого, все эти данные непосредственно в таблицу. Сохраняем, переходим в базу данных, обновляем, и видим, что у нас вот эти вот данные как раз были добавлены. То есть видите, благодаря тому, что вот эти вот запросы являются ленивыми, мы можем в программе их наполнять в разных местах, так как это нам надо, и только потом, когда они будут сформированы, сохранить. То есть это бывает очень удобно. Далее. Каждый класс модели содержит специальный статический объект — Objects. Этот объект, он берется из базового класса модели — Model, и представляет собой ссылку на специальный класс — Manager. В этом легко убедиться. Если мы выполним вот такую вот команду, то есть мы обратимся вот к этому элементу, к этому атрибуту Objects, то как раз вот здесь вот мы увидим в консоли, что это есть не что иное, как ссылка на вот такой вот класс Manager, на экземпляр вот этого вот класса. Что делает этот объект, который еще называют менеджером записей? У него есть несколько весьма полезных методов. Давайте начнем с метода добавления записи. Он называется Create. То есть, смотрите, мы здесь обращаемся к нашему классу Women, не создавая экземпляр этого класса. Затем вот к этому статическому объекту Objects, то есть к менеджеру записей, и вызываем у него вот этот вот метод Create, который создает в таблице новую запись. Новую запись вот с такими вот данными. Давайте выполним. И в чем отличие вот такого вот метода создания записи от предыдущего? А отличие в том, что выполняя вот эту вот строчку, у нас запись сразу попадает в базу данных. Если мы здесь вот обновим нашу базу данных, то как раз увидим вот эту вот последнюю запись, UmaTurman, которую вот так вот мы с вами добавили. То есть здесь все происходит на лету. Причем вот эта вот переменная w4 будет содержать все значения этой записи. То есть мы также можем обратиться к заголовку, например, или вывести ее главный ключ pk, то есть primary k, это соответственно pk, и в данном случае это значение 4, и так далее. Но мы можем вызвать этот метод Create и без присвоения значений какой-либо переменной. То есть вот так вот. Просто пишем wimen, сразу обращаемся вот к этому менеджеру записей, вызываем Create, ну и какие-то данные, да. Нажимаем тут вот Enter, у нас создается, соответственно, запись. Мы вот видим здесь вот ID этой записи 5, и в таблице, соответственно, она тоже у нас появилась. Обновляем ее и видим, что как раз вот здесь вот пятым пунктом появилась вот эта вот запись. То есть вот так вот в базовом варианте можно добавлять новые записи в нашу таблицу. Давайте теперь посмотрим, как можно читать данные из таблицы в вимен. Для этого также можно воспользоваться вот этим вот менеджером записей, Objects, ну и в самом простом варианте выбрать просто все записи. То есть это делает вот такой вот метод All. Давайте его выполним и посмотрим, что мы увидим. Да, мы вот видим вот этот вот QuerySet, то есть вот этот вот список, список из наших записей. Ну и в данном случае мы здесь вот видим все идентификаторы от единицы до пяти. То есть все пять записей были выбраны. Но что если мы вот здесь вот хотим вместо вот этой вот не очень понятной информации отображать заголовки наших записей? Как это сделать? Для этого мы должны перейти вот сюда вот в модель и в этой модели прописать вот такой вот магический метод STR. Вот этот вот магический метод STR как раз и выводит вот эту вот самую информацию. То есть мы вот здесь вот вместо вот этой строчки будем выводить заголовок текущей записи. То есть self это ссылка на текущий экземпляр вот этого вот класса women. А текущий экземпляр класса women это и есть запись. Поэтому мы вот с помощью вот такой вот конструкции self.title как раз и будем возвращать заголовок текущей записи. Ну и давайте посмотрим как это будет работать. Чтобы вот эти вот изменения вступили в силу мы должны перезапустить вот эту вот оболочку джанга. Сначала выйдем из нее. Это команда exit. Ну и затем опять войдем. Вот выполнено такую команду python managepy shell. Заходим вот в эту оболочку. Далее мы опять должны импортировать вот этот вот класс women чтобы мы могли его здесь использовать. Ну и давайте теперь выполним вот опять же вот эту вот команду, которая выбирает все записи из нашей таблицы. All. И смотрите. Теперь у нас вот здесь вот отображается, ну наверное более понятная информация о том, какие женщины у нас были выбраны. Но как нам вот из этого списка query set выделять отдельные записи? Ну я думаю вы в принципе уже догадались как это делается. Давайте вот присвоим вот этот вот список переменной w. И так как это список, то мы можем обращаться к отдельному элементу этого списка просто по индексу. То есть w от нуля это будет соответственно вот первый элемент. w от единицы это будет второй элемент. И так далее. То есть вот так вот отдельную запись можем брать. Ну а если мы хотим в этих отдельных записи еще и брать какие-то отдельные поля, то соответственно через точку мы указываем это поле и здесь оно у нас будет выводиться вот таким вот образом. Для того, чтобы узнать общее количество записей, для этого используется такая функция len, тоже стандартная функция языка Python, которая возрастит количество вот этих вот записей. Ну и так как список это итерируемый объект, то мы его вполне можем перебрать с помощью такого цикла for. То есть мы вот здесь указываем этот список w, перебираем, вот это вот v, и это будет каждый отдельный элемент этого списка, ну и здесь просто вводим заголовок. Давайте посмотрим, как это сработает. Нажмем Enter, и да, видим вот все вот эти вот пять записей, которые у нас есть в нашей таблице. Но, как вы понимаете, если наша таблица будет состоять не из пяти, а из тысяч, а то и миллиона записей, то все они, конечно же, будут возвращаться вот этим вот методом all, который мы с вами здесь вот использовали. Ну, конечно, если мы в консоль будем выполнять этот метод all, то здесь стоит ограничение на 21 запись. Но вообще она возвращает все записи, которые есть в таблице. И это бывает не очень хорошо с точки зрения расходов на память и ресурсов процессора. Обычно в программе нам требуется всего несколько записей, выбранных по какому-то определенному критерию, условию. Для этого вместо вот этого вот метода all следует использовать другой метод, метод filter. Например, вот так вот. Смотрите, мы здесь используем вот этот вот метод filter и указываем условия, то есть критерий, по которым будут выбираться записи. В данном случае критерий — это заголовок, то есть мы будем выбирать все записи, у которых вот такой вот заголовок. Ну, в данном случае будет выбрана всего одна запись. Нажмем Enter и действительно видим здесь всего одну запись. И если мы сейчас посмотрим SQL-запрос, который соответствует вот этой вот команде, то он будет следующий. Ну, во-первых, мы импортируем вот такой вот модуль connection и затем обратимся вот к такой коллекции queries. Смотрите, вот у нас последняя команда, вот она, вот приведена. Значит, это команда select, которая выбирает все вот эти вот поля, которые у нас есть в таблице, но у нее есть условия. Условие прописано вот здесь вот, что вот это вот поле title должно быть равно nHatway. Как раз то, что мы вот здесь вот с вами указывали, когда вызывали вот этот вот метод filter. Вот это вот условие, оно на уровне SQL-запроса выглядит вот таким вот образом. То есть метод filter использует оператор where для того, чтобы сформировать нужную нам выборку. Если условие не соответствует ни одна запись, то получим пустой список. Ну, например, если мы вот опять же обратимся вот к этому методу и вот здесь вот уберем, просто напишем n, то у нас будет пустой список, потому что вот это условие, которое мы с вами приписали, это строгое условие. То есть у нас полностью строка должна совпадать, а не только ее фрагменты. Но что если мы хотим сделать выборку по записям, у которых id больше или равен двум? Записывать условие вот в таком вот виде, вот здесь в методе filter, нельзя, потому что это просто выведет, приведет к синтаксической ошибке. В данном случае вот этот вот pk это именованный параметр, и мы этому параметру должны присвоить какое-то конкретное значение. Вот если мы вот вместо вот этой вот конструкции пропишем вот здесь вот вместо знака больше, вот так вот pk равняется двум, тогда все должно сработать, но не сработало, потому что вот здесь вот пробел у нас затесался, вот из-за этого пробела здесь и не сработало. Сейчас я перепишу эту строчку вот так вот без пробела вот здесь в начале. Все, у нас сработало теперь, и мы видим вот эту вот запись nHatway. Но все же, как нам выполнить вот такую вот операцию? Взять все ключи, которые больше двух. Ну, мы возьмем все ключи, которые больше либо равны двум. Для этого в Django вот к базовым атрибутам, которые там есть pk, title, content и так далее, можно прописывать вот такие вот суффиксы. То есть, если мы напишем, например, ключ pk, потом два подчеркивания и вот такие вот буквы g, t, i, то это будет означать, что мы будем выбирать все записи, которые больше либо равны какому-то определенному значению. А если вот такой суффикс используется, то это наоборот символ меньше либо равна. Давайте вот воспользуемся этим и выберем все записи, которые больше либо равны двум. Возвращаемся вот сюда вот в консоль Django и выполняем эту команду. Вот здесь вот мы пишем pk, потом два подчеркивания, g, t, i и равно двум. То есть, мы будем выбирать все записи, айди которых больше либо равен двум. То есть, у нас получается раз, два, три, четыре записи. И это действительно так, потому что у нас здесь вот как раз вот это вот и есть четыре записи. Я думаю, в целом, как работает метод фильтр, вы поняли. Мы здесь прописываем в круглых скобках условия или несколько условий через запятую. И у нас выбираются определенные записи по заданным критериям. Следующий метод, который я вам хочу показать, это вот такой вот метод exclude, который работает противоположным образом к методу фильтр. То есть, он выбирает все записи, которые не соответствуют критерию. Вот, например, если мы пропишем вот так вот exclude, pk равняется двум, то будут выбраны все записи, у которых pk не равен двум. И действительно, если выполним, то мы увидим все вот такие вот записи. Итак, вот эти вот методы фильтр и exclude позволяют выбирать совокупность записей по определенному условию. Но что если нам нужно выбрать только одну строго определенную запись? Обычно используя ее идентификационный номер ID. Конечно, здесь мы можем также использовать этот вот метод фильтр и прописать все вот, например, в таком вот виде. То есть, мы выбираем запись, у которой главный ключ равен двум. Нажимаем Enter и действительно мы эту запись видим. Но согласно конвенции Django на уровне ORM, вот в этом случае, когда нам нужно выбрать строго определенную запись по какому-то определенному критерию, лучше использовать метод get. Если мы у него укажем точно такое же условие, что у нас было и в предыдущем случае, то, конечно же, увидим абсолютно такой же результат. Тогда спрашивайте, в чем различие между вот этим методом get и вот таким вот методом фильтр? Отличие вот в чем. Смотрите, если у нас по условию окажется вот здесь вот больше, чем одна запись, ну, например, вот так вот я пропишу вот такое же условие, которое мы только что с вами использовали, то метод get сгенерирует исключения. Или такой вариант. Если мы вот здесь вот укажем условие, при котором не будет выбрана ни одна запись, то тоже будет сгенерировано исключение. Во всех этих случаях метод фильтр будет возвращать вот здесь вот либо несколько записей, либо пустой список. А метод get генерирует исключения. То есть, используя вот этот вот метод get, мы уверены, что была получена только одна запись, и в таблице по указанному условию других записей нет. Часто это бывает очень важно, например, при авторизации пользователя. Мы должны найти одну уникальную запись, связанную именно с ним, и никакую другую. В этом случае метод get просто неизменим. Далее. Если при выборке записи нам нужно добавить порядок их сортировки по какому-либо полю, то для этого можно воспользоваться вот таким вот методом orderBy, ну и указать поле, по которому происходит сортировка. То есть, в данном случае мы выбираем все ключи, у которых id меньше либо равен 4, и сортируем по вот этому вот полю title. Давайте посмотрим, что у нас при этом получится. У нас получается такой вот порядок. Анжелин Джоли, Джулия Робертс, Ума Турман и Энн Хэтуэй. А в таблице эти записи идут вот в таком вот порядке. Видите? То есть, у них порядок действительно изменился. И мы видим, что вот здесь вот у нас по алфавиту все вот эти вот записи были выстроены. Ну и кроме того, вот этот пример, который я вам привел, показывает, что вот эти вот методы можно вызывать друг за другой цепочкой. То есть, смотрите, мы сначала выбрали все наши записи из таблицы, а потом их отсортировали. И благодаря вот этой вот цепочке здесь будет сгенерирован всего один SQL-запрос, который делает всю эту операцию. И это очень здорово. То есть, мы лишний раз не нагружаем систему управления базой данных. Ну или можем выполнить такую команду. То есть, не выбирать какие-либо записи по условию, а просто их отсортировать. Конечно, здесь будут выбраны все записи, и они будут отсортированы вот по этому заголовку. Также мы можем использовать вместо поля title любое другое поле. Ну, например, время изменения записи. И здесь вот, смотрите, мы поставим такой-то минус. Минус – это означает обратный порядок сортировки. То есть, вот если вот так вот записать, у нас будет вот в таком вот порядке все вот эти вот записи. А если мы вот этот вот минус уберем, то порядок поменяется на обратный. И вот эта вот Анжелина Джоли, которая вот здесь вот была последней, она стала первой. Отлично. Я думаю, что вы в целом теперь знаете, как выбирать записи из таблицы базы данных. То есть, используя метод filter, exclude, get, ну и, кроме того, определять порядок их сортировки. Давайте теперь посмотрим, как можно менять записи, уже существующие записи, в таблице. В самом простом случае для изменения какой-либо записи ее можно сначала прочитать из базы данных, вот так вот. То есть, вот эта вот переменная wu, она как раз ссылается на текущую запись. А затем, используя этот объект, мы можем поменять ее поля, например, вот так вот. Ну и затем сохранить этот объект, сделать save. Все. Теперь мы можем посмотреть, что вместо вот этой вот второй записи, вместо второй записи у нас будет записано Margot Robbie и биография Margot Robbie. Перейдем в таблицу вот сюда вот. Здесь у нас было nHatway. Обновляем. И теперь видим, что здесь у нас Margot Robbie. То есть, вот таким вот образом мы поменяли запись. Ну и чтобы посмотреть, какой стилл запрос при этом был выполнен, мы опять обращаемся вот к этой коллекции. И смотрите, запрос был таким. Значит, update. И здесь мы устанавливаем все остальные поля, которые есть в нашей таблице. Ну и вот такое вот условие, что мы меняем именно запись с id равной 2. Ну и, наконец, последняя базовая операция – это удаление записей. Она выполняется аналогично изменению. То есть, сначала нам нужно выбрать те записи, что мы собираемся удалить. Например, вот таким вот образом. Ну а затем вот этот вот список, то есть, две вот такие вот записи мы можем удалить с помощью команды delete. То есть, обратиться вот к такому методу delete и просто написать круглые скобки без параметров. Нажмем Enter, и у нас действительно удаляются две записи. Вот здесь вот циферка 2 означает, что мы удалили две записи. Если обратиться к нашей таблице вот сюда вот, то у нас эти две записи будут удалены. Обновляем. И видим, что здесь осталось три записи. Удалились последние две. Вот так вот мы можем выполнять базовую операцию, с таблицами на уровне ORM Django. Конечно, это далеко не все методы, которые существуют для управления записями таблицами через модели. А более детальную информацию можно посмотреть вот по такой ссылке «Русскоязычная документация». Конечно, на этом занятии мы с вами рассмотрели только базовые возможности работы с таблицами через интерфейс ORM. В дальнейшем мы еще вернемся к этой теме и рассмотрим другие команды этого интерфейса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова